Я купил квартиру, хотел сделать моей маме подарок. Ну, семья пополняется, скажем так, поэтому мой брат хотел бы жить отдельно, поэтому я и купил квартиру. Сразу же приступил к ремонту, чтобы, ну, сами понимаете, сразу все сделать, сразу готовенько ей преподнести. Когда начал делать демонтаж, обнаружил, что на кухне стоят опорные балки, которые не являются декором, которые удерживают потолочное перекрытие. Отчего удерживают, я обнаружил спустя какое-то время. Когда я поднялся на чердак, я увидел, что свая, одна из свай, которая держит всю крышу, она обрушилась, сгнила, обрушилась и упала мне на потолок кухни. Я решил обратиться сразу в несколько инстанций, отправил им абсолютно одинаковые жалобы, абсолютно одинаковые фотографии. Ну, в общем, сразу решил оповестить всех, потому что я не знал, к кому именно обращаться по данному вопросу. Роспотребнадзор сразу посоветовал мне обратиться в управляющую компанию ГЖИ. Точно так же мне сказали, что обращаться надо в управляющую компанию. Когда я обратился в управляющую компанию, они привели сюда человека для проверки. Да, этот человек подтвердил, что действительно есть риск обрушения и опасность для жизни. То есть нужно скорее решать эту проблему. Но на этом все. Через какое-то время я снова обратился в ГЖИ с целью поторопить управляющую компанию, чтобы они мне дали хоть какие-то ответы. На что ГЖИ отправило сюда человека с проверкой. Так же снова пришел человек с управляющей компанией. После второй проверки ГЖИ написало предписание. Даже, по-моему, какой-то штраф управляющей компании за то, что данная проблема не была решена. И все на этом. Я снова в неведении. Я пытаюсь дозвониться до управляющей компании. Там мне берут трубку. Я пытаюсь позвонить в ГЖИ. Мне говорят, что человек, который был на проверке, он уволился. Ну и так далее. То есть опять пусто. Опять ни к чему мы не пришли. Я решил обратиться в фонд капитального ремонта. Они приняли мою заявку. И сказали, что действительно с 2020 по 2022 год планируется капитальный ремонт. Когда именно, естественно, они сказать не могут. По вопросу потолочного перекрытия мне снова нужно обращаться в управляющую компанию. Я снова в управляющую компанию. Мне говорят, что управляющая компания не будет менять потолочное перекрытие после капитального ремонта. То есть в любом случае я должен делать это сам. Почему? Потому что дом культурное наследие, а в доме культурного наследия за такие разрушения отвечает все равно владелец квартиры. Несмотря на то, что это не моя вина. Но опять же, я не могу сам буду сделать себе потолочное перекрытие, поменять его. Потому что дом культурное наследие. Я не имею права здесь ничего менять. То есть замкнутый круг. Все перекидывают ответственность и не дают мне каких-то конкретных дат, чтобы я понимал, чего мне ждать. То есть на данный момент, по последним данным, ситуация такая. Капитальный ремонт планируется начаться в этом году. В этом году они меняют крышу. После того, как они ее поменяют, если они это сделают в этом году, я все равно не смогу приступить к ремонту своей квартиры. Потому что потолочное перекрытие у меня разрушено. И поменять я его не могу. Кто его будет менять, я не знаю. Потому что я этого сделать не могу. И управляющая компания это сделать не может.